Видите вы все, хватит, коров тут пейте Девять вечера почти Семь часов, сорок минут мы ехали Наконец-то мы приехали, это правда Все, сейчас Разгрузимся и пойдем домой Да, вещей-то куча Ирбис, малыш Ирбис, солнышко, пес Привет, привет, мой сладкий Привет, привет, мой хороший Чем дети заняты? Уборкой Уборкой, это хорошо И с псом тут разбираем вещи и параллельно постоянно обнимаемся и гладимся, потому что он от меня просто не отходит Такая счастливая пся А еще у нас не обходится без таких прелестных и милых семейных традиций Это Кристина наготовила запеченные кабачки с фаршем, с чем-то еще и целую-то миску супа Просто обалдеть, кастрюлю Так что мы сейчас еще и поужинаем Приветик из будущего номер один Да, мы вернулись в город Но хорошая новость в том, что я снимала достаточно активно на острове Поэтому островным влогом еще быть и быть Так что потихонечку буду это все монтировать и выкладывать Ну а сегодняшний ролик это такой приветик из города Для тех, кто немножко подустал от острова И кому хочется посмотреть, что же происходит, ну, более-менее в таком реальном времени Так что это видео посвящено первым дням в городе Где мне все совершенно не нравится Как же непривычно, а, все-таки Ужас какой У меня тут появился новый стол Муж мне намутил, чтобы я тут не сидела скрючившись У меня помимо того, что монитор теперь на выдвигающейся штуке Так еще и, ну, я могу полностью заехать вот сюда И мне будет удобно работать Ну и здесь такой ящик вовсю открывающийся Классно У детей пока нет кровати Так что мы им сейчас перетащим вот этот диванчик Они поспят некоторое время на этом диванчике Не знаю, что с диваном произошло, но нужна химчистка явно Что-то здесь... А, ну здесь собака вылизывается Вот она так и происходит Ой, как дома-то непривычно Ужас, ужас, ужас Вот такой у нас ужин Выключит аппетитно Камачки! Камачки! Доброе Ну, не очень потрясающее утро в городе В душной квартире В жутком бардаке Какой-то трэш происходит Ну, первый день он сложный и самый Потому что хочется успеть все И все разобрать Все в порядок привести Но при этом еще и Климатизация вот это все На улицу не хочу Но, видимо, придется сегодня идти Дети у нас сегодня спали вот в такой комнате Вот это вот Игрушки, которые мы не знаем, куда поместить Я просила большую часть увезти на дачу Но что-то как-то делать не пошло Приветик из будущего номер два Да, двухъярусная кровать у нас, конечно, осталась на острове И мы, к сожалению, не успели восколотить Сделать какую-то новую Поэтому временно дети у нас спят на диванчике Но диванчик не суперудобный для, скажем так, постоянного сна Не совсем качественный сон получается Там абсолютно не ортопедичное Вот это вот основание, на котором дети спят И это, конечно, не дело А когда мы сделаем двухъярусную кровать Я не знаю, мне кажется, месяца через два-два с половиной только Поэтому временно нужно было решать как-то проблему И мы ее решили Года три или четыре назад у нас появился матрас Blue Sleep На нашу кровать И мы продолжаем успешно спать на этом матрасе И абсолютно не планируем его заменять на что-то другое Потому что матрас идеальный Отличный матрас для сна Он до сих пор в отличном состоянии Ну, разве что его уже пора немножечко так подчистить Но от него мы до сих пор в восторге Спим с огромным удовольствием И не так давно мне предложили протестировать диван Blue Sleep Ну, кто бы на моем месте отказался Вот он, этот прелестный диван В трех коробочках Сейчас соберем и поставим его пока вот куда-то сюда Вот он наш красавец в собранном виде На таком диване удобно и сидеть, и спать Он идеально подходит как гостевой диванчик Или, ну, дополнительное спальное место Или как основная кровать в спальню, например, к взрослым Почему нет? Он компактный для небольшой квартиры Диван раскладывается за секунды И мне кажется, он вписывается в любой интерьер комнаты Спальное место ортопедическое То есть это получается диван-кровать, который очень удобен и как для сидения, так и для сна Из небольших нюансов Немножко на сайте отличаются все-таки цвета от реальности Ну, дело в фотографии Сложно такие диваны снять и точно передать цвет И второй момент Диван все-таки раскладывается вот прям на пол То есть перед тем, как его разложить, нужно убедиться, что пол чистый Или, возможно, коврик какой-то постелить Но сам материал обивки легко чистится Поэтому с этим проблем возникнуть не должно А так он сам по себе очень мягкий, приятный на ощупь Безумно удобный диван Каждая эта подушечка, это как матрас И самое главное, вот эти вот части Они абсолютно не чувствуются Чем грешат обычные диваны-кровати Спина после сна на таком диване не болит У Блю Слип есть рассрочка И ее можно оформить прямо у магазина без каких-либо банков А при покупках на сумму до 40 тысяч рублей Еще и без паспорта Но не забываем, что Блю Слип это не только диваны Но и матрасы, подушки, кровать и другие товары для сна Ну и, конечно же, для моих зрителей у меня есть промокод Сеня, который будет действовать 24 часа И он дает 10% скидку на все товары Включая акции с некоторыми исключениями Ну и промокод также действует с рассрочкой Так что, если вам это актуально Пожалуйста, пользуйтесь моим промокодом Переходите по ссылочке в описании Она ведет на сайт Блю Слип И посмотрите, быть может, что-то на подарки Или что-то вам в дом на сайте пригодится А качественный сон – это залог здоровья Все это знают Удобнее, чем на другом диване? Да Может, вам тогда двухъярусная кровать не нужна? Не нужна Ну, к слову говоря, на сайте Блю Слип есть матрасы нужных нам размеров Для двухъярусной кроватки Потому что она у нас будет нестандартная И для нас Блю Слип зарекомендовала себя настолько, что Альтернативы никакой и не будет Сашу сейчас отправляю на работу Время полдевятого Встали в семь Я тут уже давно, в принципе, начала шуршать Ну и в ходе того, что приходится полки здесь отмывать Потому что здесь все в грязи И сразу же ревизию произвожу Потому что, например, нет соли Нет лука, хлеба, не знаю Еще какой-то ерунды Надо отмывать плиту С ней какая-то беда Ну, в общем, пока Радоваться мне нечему Я в такой легкой апатии Надеюсь, что в движухе я смогу как-то забыться И быстро адаптироваться В эту комнату пока вернулся желтый диванчик Ну и, в принципе, он здесь так же хорошо достаточно смотрится Поэтому живет пока у нас Надо, чтобы девчонки сегодня могли поиграться в приставку наконец-то А я могла немножко помонтировать Одна из самых важных задач – полить цветы Потому что им что-то плохо Все какие-то сухенькие В ванной у меня происходит циничная обрезка растений Потому что, ну, два с половиной месяца Очень скудный полив был Мне пришлось очень много чего сильно обрезать Ну, думаю, что обрастет Ничего страшного Вот это вообще практически целиком резануло Ну, ничего Вот это тоже Ой, в общем Все такое жухленькое, вяленькое Добралась я таки до перебора баночек и запасов Так, вопрос о том, для чего нам нужна дача, почему мы так катаемся Ну вот Ну что, плохо, что ли? Это все, что вот этими самыми ручниками с помощничками мы тут заготовили Это всякие разные и чаи, и вареница, и заготовки для супов Ну, щавель только что, конечно А так есть клубника, смородина такая-сякая, малина есть И куча-куча разных чаев По сути, покупался только сахар Да и все А все остальное, это вот просто собрал ягодки, помыл их И сделал из них всякие разные баночки И на самом деле, ну, естественно, это все не только нашей семье Я сейчас буду составлять списки того, что у нас в итоге и чего получилось И вот буду распределять между всеми-всеми и друзьями, и родными Ну, как-то так А вот с чаями я буду чуть попозже разбираться Я хочу в фикс-прайсе купить пакетики Из банок достать, чтобы оно дышало И попробовать для начала самостоятельно сделать какой-то замес с чаем Попробовать Сделать потом какой-то еще замес с каким-то чаем И вот, возможно, какую-то мешанку получится сотворить Единственное обидно, у меня иван-чая в этом году получилось немного Дело в том, что последнюю партию, которую я делала вот прям из идеального такого молоденького иван-чая Я ее случайно забыла на ферментации и она у меня запресневела Забыла я ее из-за грибов, потому что начали сушить грибы и вот все Крышу мне снесло на этой теме Чего, солнышко? Мам, можно сухие шарики? Можно, сегодня все можно С приставкой Дети сегодня меня не должны трогать, отвлекать Потому что я сижу за компьютером и офигеваю от того, что мы приехали в этот ужасный город В темницу меня засадили В битонный стиль И папа тебя привязал для того, чтобы ты готовила? Да, да, именно для этого Единственное, две банки я сейчас сюда вылила Это белая смородина И что-то она у меня не особо загустела, жидковата Не знаю, чем она отличается Количеством пектина, возможно, от красного Именно такое, желирующее В общем, решила, что 10 минут проварю И по новой в банке закатаю А так все Я наше богатство распределила Сейчас еще останется с грибами разобраться Замороженных лисичек-то тоже много Единственное, я сейчас морально готовлюсь Надо будет сходить в магазин лук купить И картоху для ужина И то, что меня расстраивает Это со следующей недели Начинается опять лето 27 градусов 27, 28, 26 Я уже кусаю локти, что мы уехали Но нас приглашают друзья к себе Домой Там озеро тоже рядом есть Муж меня привез сюда, чтобы я ему готовила Ага Видимо свалю У нас тут происходят очередные изменения Ну, что тут можно сказать Стол поменялся Соответственно Все столешницы стали Некрасивыми Не в тему И Саня Напилил тут пару полочек И столешку вот сюда На этот столик Меняется у нас интерьер на глазах А вот и желтая наша птичка Клетку ей уже намыла Все переставила Не знаю, будет ли ей удобно или нет Вот ест Дает реально погладить Только нос свой И все Даже близко к ней боюсь подходить Шуганная какая-то очень Истеричка Истеричка, да Она на рысь похожа Вот по темпераменту Такая немножко Человек дождя В смысле птица Вот сейчас шаг к ней сделаю Убежит Вот, побежала Не даю поесть птицу Какая нехорошая я Ладно, ладно Саня ей, чтобы она не скучала Купила зеркальце Говорят, что, конечно Одному попугаю Зеркало С ума сведет А вот там Типа купалки Поилки Не знаю, что это От хомяка, короче, досталось Я ей подвесила с водичкой Вдруг купаться начнет Как все нормальные попугаи То я, по-моему, на нас Ни разу не купалась нигде И даже не знаю, что это классно Люблю, когда ты лежишь На самом деле Непривычно смотрится Светлая столешка Но Один факт Я знаю точно Вот про такой цвет Пыли Вообще На этом Не видно Абсолютно Неудобней Она же текстурная Тата гладкая Ну, да Текстурная Спасибо Добавил ты мне работки, да? Зато она крепкая Ой, это Хаги-Ваги, да? Ужас Да, ранее Там опять желтая ест Пойду ее еще раз испугаю Я просто подхожу Она боится меня Ты в лучах славы купаешь? Да, лучи славы Кушай, кушай, желтая Не бойся меня Истеричка Финалочка Ну, когда приберусь Основательно опять переберу бумажки Все вот это все уберу Все будет хорошо У меня теперь новые полки Единственное, что Мне кажется Теперь желтая лампа Здесь не совсем к месту Ну, как бы Ладно На, положи в свой огромный ящик Ну, да Моя отвертка Любимая Ну, вот так спрятался За дверью Нормально Ну, вот дожили Меня девчонки Выгоняют на прогулку Уже второй день подряд Дома невозможно жарко Дел много А гулять вот просто так Я, честно говоря, не люблю Потому что, ну, трата времени Если на даче Мы могли бы спуститься к озеру И там прохладно И там можно берег покопать Или наверху Ну, что-то поделать То здесь ты гуляешь И так вот Поэтому мы сейчас на великах поедем Немножко покатаемся Ну, хоть какое-то разнообразие В шортах В маечке И прогноз погоды 27, 28, 29 Всю неделю Я в ужасе А дома сидеть Ну, как бы Дома дела-то действительно много Ну, и убраться И все перестирать Все разложить Ну, очень душно Злоключения не закончились Мы с девчонками Доехали на площадку И в чем фишка? Вытащила я Позвав какую-то мать Велосипед свой Вытащили мы его на улицу Там руль был скручен Надо было его закрутить А в конце концов Выяснилось, что у меня колеса спущены Причем так, что Ездить вообще невозможно Я-то рассчитывала, что мы хотя бы на велике Все вместе покатаемся Но нет Я... Да У меня такая Наверное, первая стадия Моей агонии городской Я просто все ненавижу сейчас Ну, правда Ненавижу город Ну да Тут, конечно, для детей Все-таки есть развлечение Типа Залезть на самую верхушку А у меня из развлечений Это вот так качелька На которой я очень люблю Качаться и смотреть на небо Полтора часа погуляли Зашли в магазин Я там увидела По скидке творожный сыр И такая Ааа, я хочу чизкейк Буду Сейчас согрею суп Девчонкам И на вечер нам чизкейк Сделаю А еще что-то типа танкацу Ну, короче, рис Свининка в панировке Все это вот в таком соусе азиатском С жареным луком Зеленым лучком И с яйцами Идеи вкусных рецептов на Новый год Вот этот ролик И здесь в описании Все, что нужно для десерта Сыр творожный Сливки Масло Печенье Крахмал Яйцо Яйца Сахар Я купила две пачки творожного сыра Печенье нужно Там с маслом Там тра-та-та Короче, самый вкусный рецепт чизкейка Стандартный Очень его люблю Часто готовю И вот даже на острове На день рождения Евелинки Готовили чизкейк Именно по этому рецепту Тип � taking то свет ш SO Будешь работать-то или нет? Продолжаем дальше неурядиться с техникой, с всякими штуками. У меня сдох блендер-комбайн. На самом деле, вот эта штука просто вылетела у меня и вдруг упала. А вот эта штука еще на даче перестала нормально крутить. Ну, то есть, вот, только что крутила нормально, потом фигакс-фигакс застряла. И, ну, видимо, все. Конец эпохи. Очень жаль. Остался у меня только погружной. Голова вот эта вот, сама машинка мотора, она вообще с авито, потому что у меня перед этим сгорел, ну, год назад, да, или два я взяла. Больше ничего не осталось. Все остальное тоже расколото, убитое. Эх, 10 лет владения брауном, и он сыпется. Смесь у меня получилась жидковатая, конечно, сливки не 33%, как нужно. Ну, и пропорции я так делала на глаз, половину того, что у меня в видео было указано. Посмотрим. Сейчас запеку, остужу. Будет тоненький слой, но будет все равно вкусно. И понеслась. Ням-ням. Это вот демонстрация следующей неурядицы, которая произошла. Не знаю, что с барсиком случилось, Саней им не пользовался, он его выключил. А он просто, он не ездит. Ездит только по кругу, что-то с колесом. Я уже его почистила, и колесо туда-сюда подергала, все, что можно, вытащила. Ой, короче, ну, не знаю, надо куда-то в ремонт, видимо, везти. Сколько уже, три года барсику или два? Ну, вот он просто, все. Красота. Зараза, я уже прошивку обновляла, и переложение переустанавливала. Ну, ну, просто я, это меня тоже добивает. А вот это из последнего, что меня добило, сломалась зарядка у моей швабры. Мне теперь полы ничем мыть. Я тут хожу на карачках с тряпкой протираю полы, потому что она не заряжается вообще, ну никак. Техника просто фасы. Приветик номер три из будущего. Моя вот эта вот апатия и агония, она все-таки продолжалась какое-то время, и даже до сих пор продолжается, хотя прошло уже приличное количество времени с момента нашего приезда. Ну, ничего, это нормально. Мне кажется, акклиматизация, жара, хорошая погода. То, что мы так рано приехали. Рано мы приехали, по какой причине? Муж так попросил. Мне тут надо было убирать, готовить. Сегодня ночью соскучился. Ну, и с логистикой были небольшие проблемы. Ему было сложно туда-сюда постоянно к нам кататься, мотаться. И некому со мной было жить, скажем так, на подстраховке. Ну, вот так получилось. Очень жаль. Ну, мне кажется, практически каждый год так получается, что мы хотим там досидеть до самого упора, а нас возвращают раньше. Ну, с логистикой. Внезапно мы оказались у товарищей. Мы здесь, наверное, на одну ночевку для начала, может быть, на две. Потом надо будет вернуться в город, и будет ветер. Ну, они тут цветочки. Очень знакомый батут. Один в один, как наш. Будущий забор. Очень хорошо. Ребятам тут единственное, чего не хватает, это забора, конечно. Дети убегают на дорогу. Нехорошо. Поэтому заборчик небольшой точно нужен. Дети рисуют. Ладошка не везет. Да, понятно, почему стул загажен. Потому что вы на стуле краски расставляете. Все понятно. Там сидит, значит, Дима. Просто смотрит, как все жарится. А тут у нас мега лаваш с морковой. Шашлычный лаваш. Вот нормально меня тут поджидают. С водой. Все готово. Сто процентов. Сто пятьдесят тысяч процентов. Я тебе говорю. Ставить следующий. Сейчас поставим. Ты так цветы поливаешь? Нет, я погодить еду. Хорошо человеку, да? А у вас тут прям можно, да, вот так вот лить? А что нельзя-то? Нужно убить. Да, я просто не в курсе. Это вот посмята. Они сюда. Это базилик. Это что-то, тмин какой-то или что? Блин, такой красивый свет, когда уже отражается. Здесь нереальные фотки можно сделать, на самом деле. Как вам тут живется? Полгода живете? Привыкли? Конечно. Слушай, с нашим стилем жизни. Ну, в смысле, все, в город не хочется уже? Или пока не хочется? Или что ты тут творишь? Слушай, пока дети маленькие, не хочется. Когда вот начнется школа, это уже вопрос. Куда возить, да? Здесь есть рядом школы, есть куда поступить, куда водить детей. Но пока машина одна, ну, они прав, нет. Мне не в лом возить. Просто насколько это... Что будет через 5 лет? Мы не знаем, что будет. Двоих в разное время, в разное место и так далее. Начнется. Потому что одно, может быть, как у кого-то по пути и так далее. Ну, будет видно. Будет видно, да. Мы же те еще цыгане. Может, мы через год отсюда съедем, как бы. Пока все нравится. Пока все хорошо. Это первое лето. Да, первое лето хорошо. Я еще пройдусь здесь по участку, покажу, что здесь есть. Да, они еще по хвастаться. Они все в этом году. Я буду хвастаться соснами, они будут хвастаться новогородными. Потому что это прям... Гордость, гордость. Это плоды наших работ. Да? Своими руками. Атакует нашу. Вон, смотрите. Арт. Настоящее искусство. А там... Вау! Я надеюсь, что оно отстирывается. Ты не видела, да, значит? Так моя рука. Это было бы вообще наполовину. Мне это надо было оставить, как реликвию. Это мой прикол, что она такая запнулась об меня. Случайно, да? Вместе, вместе. Дети, дети. Это не я. Да понятно. А так все хорошо начиналось. Это импрессионизм. Даже напоминает мне... На самом деле напоминает мне что-то. Короче, вот эти молодые побеги, видишь, они цветом отличаются? Да. Они выросли вот такие. Угу. Я их подчикал наполовину и больше. Так. И сформировал внизу, то есть, чтобы газонокосилка сюда подъезжала и ничего здесь не обрывалось. Угу. Плюс по технике, как бы, те, которые росли вниз... Тоже обрезал, да? Я их обрезал, да? То есть, у меня все новые побеги, они рассудили вверх или вбок. Угу. Ну, все сухое, все, что как бы отмерло, чтобы все покосил. И смотри, мало того, что оно начало цвести где-то в мае, я делал обрезку во второй половине июня, уже новые побеги, смотри. Да. То есть, оно вот выросло вот так, вот эти все усы, они были в два раза больше. То есть, ты можешь сравнить. Я их себе подрезал и уже новые дала. В местах, где я их обрезал, оно начало расти опять в шею. А какой результат-то будет? В чем фишка обрезки сосен? Ну, когда ты обрезаешь, это и делаешь... В точке обреза у тебя начинается, она расти врозь. В шею, короче, в шею будет. Да, то есть, у тебя росла палка, а сейчас здесь вырастет четыре. Я потом еще каждую обрежу, еще четыре, и она будет пышная. То есть, смотри, они вот, отрезки вот эти маленькие, это то, что я обрезал. То есть, оно отсюда будет опять ветвиться. Я опять буду подрезать там по 10 сантиметров, и оно опять будет... Это будет как заборчик у вас, да? Широтенький? Нет, они здесь временно. Мы отсюда их будем тресаживать. Да ты что? Да, мы здесь будем, наверное, сажать виноград. А они переживут пересадку? Нет, я не знаю. Они сами принесены из леса. Они уже здесь посажены, как чуть чужеродные. То есть, леса местные. Тогда, может, и переживут, да? Леса местные. И в другой момент, что мы будем пересаживать внутри одного участка. Здесь более-менее почва однородная. Будем максимально широкий пласт выковыривать и корневую систему сохранять. Как бы, если не выживут, ну, окей. Принесем из леса еще. Да. А, мы тут пропустили. Мамка развлекается. Прюочки. Мы на даче это называем манежем для наших детей. Туда детей загнали и как бы и забыли про них. Абсолютно один в один у нас батут. Один в один. Идентичный. Батут – это тема. Да, я вот все смотрю на ягодку и хочу ее... Пойду и слопаю. Какие были там хорошие. Они вообще какие-то не плохие. Вот тут малина. Просто я такое впервые вижу. Ягоды. Вот они. Огроменные. Возьму и слопаю одну. Свежий и вкусный. Она, кстати, не такая сладкая, как та. Да? Угу. Раньше была Таня сладкая. Да? Поменялись. А вот эта белая малина, она у вас шитила. Ни одной нет. Она отошла? Нет, еще будут. Да. Ребята тут собираются вообще все переделывать, все, что можно. Все переделывать под себя. Ну и в принципе правильно. Результат будет потом виден, я так думаю, через годик, через два. Потому что, ну и если даже сосны хотят пересаживать, о чем речь. Поэтому все здесь будет переделано. Начиная от того, что здесь будет забор, терраса. И все кусты пойдут по известному месту. В смысле, на свои законные будущие места. Я это имела в виду. Что ты ржешь, я не понимаю. Я и мой букет. Интересно, на свадьбу вот такой букет бы сделать? Типа салат. Свадьба веганов. Норм. Оператор. У нас новый оператор. Который летает над участками. И смотрит, у кого это как устроено. Какая плотность тут указывается. Ну, оказывается. Не знали, где покупали, да? Дети, до самого позднего вечера. Уже закатное солнышко. Уже почти-почти зашло. Вот оно там за домами. До сих пор гуляет. Уже даже похолодало немножко. Но мы вроде все дожарили. Всю еду приготовили. Сейчас будем ужинать. Тут пока террасы нет. Очень такая интересная барная стойка получается. Если честно. У меня депрессия после острова. Что вы хотите? Я всего неделю тут и уже в ужасе. Очень голодный ребенок. Ждет еды. Так возьми себе что-нибудь уже и ешь спокойно. Вот оно главное преимущество загородного дома. Восемь утра. А ты уже можешь быть на улице. Сейчас детишки там собираются выходить тоже гулять. Вот еще один плюс. До озера пять минут. И вон там жирные-жирные утки загорают. Все такие огромные. Такие жирные. Пушистый. Такая плюх. Кря-кря. Все, разлетелись. Пойдемте назад. Простите, утки. Да, пойдемте назад. Очень красивый пирс на самом деле. Как из сказки. Еще классный. Камни там какие-то. Блин, я все время, знаешь, опасаюсь вот этих вот пирсов неизвестных мне. Да, да. Потому что вдруг там что-нибудь провалится. Выглядит красиво. Все, гора пошла. А мы тут будем отдыхать. Ох, будь как Зоя. Бери от этой жизни все. Сидит одна в бассейне, в купальнике. Попивает коктейль лимонадный. Мечка, можно вот туда окунуть? Да. Ножку можно окунуть. Там же не проликать. Да. А вот Мира развлекает сейчас Макса. Играет почему-то дома, а не на улице. Очень мне интересно, почему. У Аньки тут, оказывается, здесь мяты два вида. И это, оказывается, базилик. И вот вообще класс. Вышел так вот из дверцы. Набрал все, что нужно. Кайф для готовки. Интересно. А, ну мне смысла, наверное, нет такой сажать. Они же летом растут, да? Я думаю, они дома тоже. Да? Зимой можно такое вырастить? Вот мне идея нравится. Выглядит очень симпатично. Я домой заберу. Это все. Куда? А, ну, зимой. Да, я попробую, может быть, вырастить. Угу. Зимой тоже. А ты покупала семечки, да? Или как? Нет, это я все уже... Готовая? Потому что мы уже вырастали. Ага. Семечки вообще даже не покупали. Рассаду, да? А где покупала? А у нас тут куча в детстве. Ага. А у нас есть чатик же. Ну, все, понятно. Угу. И вот с другого поселка мы не будем вообще приезжать. Кайф. Только что груши собрали. Здесь вот лежал десяток груш. Классно. Вкусненькие. И Анины грядочки. Аня, говорит, хочет высокие сделать потом. Какие-то там другие. Все переделать. Все сделать по-своему. В общем, куча работы, да? И куча планов. Деньги дайте. Это да. Не без этого. О, еще малина. Надо тоже так вот в ротик положить. Остатки малины. Где тут? Так вот берешь. Ягодки. Ммм. Само в щуке. Бергамот. Бергамот? Красивый какой. Такие цветы были тут вообще. А листья пахнут, да? Или что? Я не знаю, что с ним пахнет. Да. Листья пахнут. Да, слушай ты его. Слушай, обалдеть, бергамот. Я хочу такой дома в горшке посадить. А ты где его взяла? А я вот разведу его. Ммм. Пахнет вкусно. Она мне вот привезла. А вот это душица, да? Это да. Я не только... Надо понимать, я все время забываю. Это душица, по-моему, это что-то еще похожее. Надо это подписывать тебе. Надо это. Пока не выучишь. О, и горошек, да, здесь может еще быть. Вот, например, вот, например, горошечек. Хопа. Все. И в рот. У Ани тут всегда, в общем-то, конфетное царство. Я тут прикольную штучку показала. Светофорик, говорит, купила. Пастила, яблоко. Тут такие пачка пластиночек. Натуральные пастилы с хорошим составом. Вот для малышей огонь просто. Выглядит это все... Не знаю, сколько там штучек в каждый. Штучек семь, наверное. И вот такие вот пластиночки. Они разъединяются другой тружкой. И детям можно всовывать. Зоя тут что-то открывает уже. Ага, вот, да. Не знаю, сколько штучек, но много достаточно. Прикольно. Да. А еще вчера огород поливала. Божечки. Вот эта штука, которая наматывает на себя шланг. Ну, в принципе, любой провод. Просто супер. Нам нужно минимум две такие на остров. Одна для шланга, а вторая как раз для провода. Потому что заматывать, сматывать и таскать вечные вот эти змеи проводов, это с ума сойти можно. А тут с утра налила бассейн детям. Вода здесь ледяная, но прогреется. Ау. Восемь. Что? Восемь. Восемь штучек ты посчитала? Ну вот, в пастиле восемь таких пластиночек. Сейчас купаться опять поедем. Вообще, на эту жару план какой. Сегодня мы здесь еще полдня будем находиться. Поедем в город. Я там соберу нормальных вещей. Может быть, подкупим продуктов, возьмем мой компьютер и на следующий день вернемся к вечеру сюда обратно. Потому что в 30-ти градусной жару в городе я вот просто не согласна сидеть. Невозможно. Здесь все-таки немножко полегче. Дети постоянно на свежем воздухе гуляют. Здесь обдувает ветерочек, есть тенечек, можно спрятаться. Ну и учитывая, что мне надо все-таки активно монтировать, поэтому я у них здесь в бытовке арендую, короче, маленький столик. И там буду по вечерам сидеть, наверное, что-то монтировать. Чем еще хорошо? Тем, что у нас Мирка и Зоя, в принципе, очень классно отвлекают пацанов. Мира вообще в восторге от малышей. Она вообще у нас там все требует третьего ребенка. Мама, когда ты нам родишь малыша. Поэтому Мира следит за Мишкой, с ним играет, учит его в кулички играть и так далее. А Зоя прекрасно ладит с Максом. Ну, так что просто прекрасно. Но тут, можно сказать, немножко... А все-таки облегчаем будет Ане. Ну, разве что готовить надо что-то постоянно, потому что ее дети не особо едят, а мои дорогие дети. Мы тут только что вернулись с купаний, и, значит, у одного дома, ну, типа как мусор, стояло. А вот это вот прекрасная клетка. И я такая, хм, а нам нужна же клетка для хомяка. Вот, думаю, что сейчас посмотрю ее, в каком она состоянии. Почищу, может быть, ее просто подкрасить или подшкурить. И вообще огонь не надо будет покупать. Я пока довольна. Ну, тут развлечение на любой вкус и цвет. Зоя тут просто не растерялась. Стул поставила и наблюдает. И топни ножкой еще. А я тут горошек собрала. Надо съесть, наверное, один. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok